Алексей Левченко, заместитель главного редактора издания «Верстка», к нам присоединяется. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. Почему депутаты от «Единой России» в основном избегают темы войны в своих предвыборных агитациях? Это их выбор или какая-то методичка от Кремля поступила? Действительно, мы видим, что тема каких-то военных призывов и алармистских высказываний она на выборах практически отсутствует. Тема войны периферийна. То есть есть тема помощи участникам войны, и это как бы одна история. Это такой социальный аспект компании. А вот если говорить непосредственно о самих боевых действиях, то действительно кандидаты этого избегают. Насколько мы знаем, каких-то специальных методичек из Кремля на эту тему нет. Просто на местах люди сами понимают, какие темы им важно продвигать, а какие нет. И тема войны с их точки зрения не относится к тем, которые востребованы избирателям с точки зрения обсуждения и с точки зрения привлечения голосов. И даже наоборот, в тех местах, где от войны люди сильно пострадали, есть примеры сел и деревень, где много погибших. И вот там тема войны, как именно какого-то алармизма, борьбы с врагом каким-то там мифическим, она никак не приветствуется, потому что люди уже получили по полной программе. И они бы не хотели, чтобы к ним кандидат приходил и призывал на какие-то новые войны, на какие-то новые боевые действия. Ну, если с гражданами Российской Федерации, которые живут в прифронтовых регионах, еще более-менее понятно, что на них действует с точки зрения выборной избирательной кампании, что не действует, то почему в других регионах так же? Как же вот это вот сплочение народа, борьба с нацистами, биндеровцами, сатанистами в конце концов в Украине? Где ставка на губернатора, патриота, который сделает все возможное для того, чтобы защитить свой регион от проклятых украинских неонацистов? Здесь есть две параллельные реальности. С одной стороны, есть реальность федеральных каналов, того, что делает Кремль в Москве с точки зрения всяких пропагандистских акций, с точки зрения того, как он переосмысливает образовательную программу, с точки зрения того, какие месседжи транслируют федеральные политики в той же Думе, в Совете Федерации. И есть та ситуация, которая складывается на местах, а там, понимаете, ведь выборы сейчас региональные, либо местные, и там людям, чтобы сбраться, им нужно разговаривать на близком к населению, к населению этих территорий языке. Население этих территорий, оно живет своей жизнью, оно дистанцируется от темы войны, как темы вот этой сплочения. То есть, если мы говорим про регионы Сибири, Дальнего Востока, Центральной России, ну, вот в приграничных регионах там немножко другая ситуация, потому что там война фактически идет, и люди от нее серьезно страдают. И там важна тема безопасности, но основные выборы из приграничных, это Воронежская область, там вообще губернатор отказался вести кампанию, то есть ее просто нет. Мы не предпочли делать, это чисто такая технологическая кампания, когда просто придут бюджетники, проголосуют как надо и переизберут главу региона. В тех местах, где есть необходимость взаимодействия со избирателями, там тема войны, поэтому не пользуется популярностью, потому что люди предпочитают свои близкие к земле темы. Эта тема войны не популярна даже среди тех кандидатов, которые в этой войне участвовали в войне России против Украины. Вот в ваше издание приводит пример депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола, выдвинутого партией в главы Хакасии. Он о своем участии в войне, о фронтовых своих подвигах и геройстве предпочитает тоже молчать. Расскажите. — Действительно, мы видим такой интересный феномен, когда люди, которые приехали с войны, ну как Сокол, и есть еще два в Рио главы регионов, которые были назначены. Это глава Чупотки и глава Омской области, это выходцы, не выходцы, вернее, а эти люди успели поработать в оккупированных территориях. И там, и там, и там, во всех этих трех местах, включая Сокола, они действительно не вспоминают особую тему войны, не бьют себя в грудь. — Я ветеран там, я воевал, я видел жизнь. То есть, это, конечно, не скрывается как факт биографии, и это использовалось там на ранних этапах. Например, приморский губернатор Кожемяка активно пытался эксплуатировать тему, которая... Потому что он все время ездил на фронт, там какие-то фотографии размещал, видео, как он там помогает бойцам. И сейчас он полностью эту тему исключил из компании. То есть, людям это неинтересно. И поэтому даже те кандидаты, которые с войной связаны напрямую, они ее не используют. — Слушайте, я вот думаю, но они же ее не используют ни по наитию, по какому-то. Вот просто, ну так кажется, что не нужно использовать эту тему. Очевидно же, что у них должны быть какие-то данные, какие-то результаты каких-то соцопросов. Сомневаюсь, что представители такой партии, как «Единая Россия», просто вот все как один чувствуют население, его настроение, чаяние и желание. — Ну, вы знаете, все-таки люди, которые избираются на местных там или на региональных выборах, они к земле в известной степени ближе, даже если это «Единая Россия». Потому что они все-таки общаются с избирателями, и они лучше понимают настроение. Естественно, проводятся социологические замеры, социологические опросы в тех или иных штабах. Ну, это не отменяет того, что в каких-то штабах, особенно есть же штаб у «Единой России», то есть на федеральном уровне, там периодически возникают, я так понимаю, идеи какого-то Z-подъема, как-то поэксплуатировать эту тему, они спускают это на место, и мы знаем случаи, когда на местах люди просто говорят, да-да, мы все сделаем, даже там делают какие-то примеры агитационных материалов с этой Z-символикой, отправляют в центр, но потом это не используют, потому что, конечно, ну, если ты проводишь компанию на местном уровне, ты чувствуешь, что люди думают и что им нужно. Как правило, люди на местном уровне интересуются там, когда им водопровод проведут, газ подключат, и там уходы на ивоп. Особенно, думаю, в республике Тува очень интересуются, где уже десятилетиями нету 80% домохозяйств, газы не отапливаются. Но они были бы не против. Да, точно. Они были бы не против. А есть кандидаты на региональных и местных выборах, которые, наоборот, педалируют на теме войны, используют ее активно в своих агитационных кампаниях? Мы видели такие примеры у некоторых условно-оппозиционных сил. Там, например, есть такая партия «Родина», которую возглавляет депутат Журавлев. Знаете, вот этот, который там про боевых черепах рассказывал, который часто ездит на Донбасс. Но мы видим, что даже представители этой партии, они не сильно активны на местном уровне. Слушайте, а в целом местные выборы в России как проходят? Это, не знаю, раздача гречки, подсолнечного масла, листовок и так далее? Или это хоть как-то похоже, отдаленно хотя бы на правда волеизъявления народа? Или, как выразился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, тоже такая себе дорогостоящая бюрократия? Все зависит от степени контроля региональной администрации за избирательной системой в конкретном регионе. Россия в этом смысле совершенно неравномерна. Как ни странно, на этих выборах мы наблюдаем полноценную конкурентную борьбу в Хакасе, где есть глава региона коммунистов, в общем-то, довольно случайно победивший на прошлых выборах человек, который был избран от противного. Просто людям настолько опостылил предыдущий губернатор Егенар Азимин, который там сидел несколько сроков, что они проголосовали за очень юного, совершенно неопытного юриста из Коммунистической партии, который был техническим кандидатом. Несмотря на то, что Кремль довольно серьезно сопротивлялся его избранию тогда во втором туре, Коновалов все равно выиграл. Сейчас Коновалов глава региона, и с ним борется как раз Сокол, которого мы обсуждали. И в этом регионе выборы оказались конкурентными, там даже были дебаты между главными кандидатами, чего вообще не бывает на российских выборах. И это уникальный пример. Мы знаем другие примеры, где все довольно жестко зарегулировано. Но, например, в той же Воронежской области очень много сельских территорий, где просто там неважно, сколько людей придет на выборы, кто как проголосует, там просто все как нужно посчитают. Есть, например, Приморский край, где очень сложная конфигурация всегда, и там какая-то часть территории может контролироваться, какие-то избиркомы, какие-то нет. Но в любом случае, конечно, в основном выборы в России достаточно серьезно зависят от административного ресурса. Слушайте, вот этот вот юный юрист из коммунистической партии, о которой вы говорите, ну просто там еще, мне кажется, в 2023 году должна была бы Алиса с милофоном пробежать. Спасибо вам, Алексей Ревченко, заместитель главного редактора издания «Верстка». Говорили о том, как российские кандидаты на местных выборах избегают активно темы войны в своих агитационных кампаниях. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok